Привет, с вами Ньерл, и это Кастмача между игроками Линдонин, который играет за Форсирку, и Артур Пирожков, на самом деле это Розан, который играет за Апотекария. И Розан это лучший игрок за Апотекария в данный момент. Я думаю, что игрок за Апотекария, находящийся на самом высоком месте в рейтинге, Самый высокий в рейтинге космодесантник это Виндикар Икс, он сейчас на втором месте, но по-моему он играет не за Апотекария. Точно не знаю за кого, у меня есть один из его реплеев, думаю я его в следующем покастю. Но пока что давайте посмотрим это. Это две игры, следующий реплей тоже будет Линдонин и Розан. Есть два реплея этих игроков, которые Линдонин выложил на GameReplays.org. И Линдонин тоже замечательный игрок за Эльдар, он находится в топ-20, и если верить его подписи на форуме, он находящийся на самом высоком месте в рейтинге игрок за Форсирку. Сейчас он долгает стражам и они отгонят скаутов, скауты бесполезно потеряли одного члена отряда, и сейчас Розан будет перекапывать точки. Причина, по которой Линдонин выложил эти реплеи, они ему просто понравились, это не первая их игра. В названии реплеев написано игра номер 2, и в начале в чате было видно, что игроки разговаривали о том, что, похоже, предыдущую игру Линдонин выиграл. У меня этого реплея нет, потому что он его не выкладывал. Посмотрим, как пройдет это. Линдонин вступает в битву, но благодаря выхилу Апотекария баньши были побеждены в ближнем бою, тактикал наносит неплохой урон в ближнем бою, и баньши понесли небольшой урон еще до этого. Это главная проблема юнитов ближнего боя, в том, что им нужно вступить в ближний бой, и пока они бегут до своих врагов, они часто получают очень высокий урон. А баньши сами по себе, они не намного толще, чем те же рубаки, у них всего 625 жизней, к 600 жизням рубаков. Эта проблема в небольшой степени убирается, когда им покупается апгрейд Аспект Баньши, он дает им флит, и они могут вступать в ближний бой намного быстрее. И Розен пошел в два отряда скаутов. Это хороший билд для Апотекариев, потому что самой сильной комбинацией Апотекария являются Апотекарии и штурмовые десантники. И если он собирается делать штурмовых десантников, а все Апотекарии делают штурмовых десантников, всегда, то ему выгоднее докупать второй отряд скаутов для того, чтобы перекапать точки, пока ядро его армии, состоящее из штурмовиков и Апотекария, ну может еще от Апотекалов, да, Апотекалов, будет сражаться. Ну, скауты в это время будут перекапать. Линдонин же сделал шурикенную пушку. Одним из самых, скорее даже самым, самым популярным билдом Альдар против Апотекариев являются две шурикенные пушки. Одна шурикенная пушка ставится в радиусе огня другой, так что когда штурмовики, которых Розен начал делать, на нее прыгают, они сразу же оказываются подавлены. И задача убивания штурмовиков подавленных ложится уже на банше. Им был выдан апгрейд, и учитывая, что Линдонин играет за форсирку, я бы ожидал увидеть, например, хилл. Какие-то камни. Это аксессуар, который позволяет ей хилить АОЕ. Хилить по площади. Сейчас Розен двумя отрядами скаутов начинает храсить генераторы. При этом он только начинает ставить свои генераторы. И Линдонин, как раз, их еще не мог. Потому что Розен поставил их так медленно, потому что ему нужно было влияние, чтобы вывести штурмовиков. И он уже знает точное время, когда ему нужно ставить генератор для того, чтобы удобно вывести штурмовиков. С хорошим балансом ресурсов. Линдонин так... Скауты наносят генераторам очень маленький урон. Но их тут два отряда, им никто не мешал по ним стрелять очень много времени. Поэтому они с этим справились. Штурмовики побеждают в битве банши, но с апотекарем они победят еще легче. Ну, Линдонин напал на апотекаря. Это хороший ход, который позволил ему сразу же вывести из боя хил. Если бы он атаковал ассолтов, апотекаря мог бы их просто похилить потом. Так что... И Линдонин не отступил. То есть он отошел с поля боя, но он не нажимал на кнопку Х. Он отпугнул скаутов, которые так не доломали второй генератор. Впрочем, это сделают ассолты и тактикалы. Банши уже довольно мало жизней, и они атаковать эту армию лоп-лоп не смогут. Посмотрим, две шурикенки установлены. В два слоя. И смогут ли они заставить штурмовиков отступить? Да. Штурмовики отступили. И сейчас... Похоже, Линдонин... Он смог оградить свои генераторы от противника. Розен сломал только два и не смог сломать поверноду. Конечно, это успех, но не такой уж и большой. На первом тире против апотекаря. Апотекаря, хорошо, что Линдонин вообще может выстоять. Это очень сильная комбинация. И главная причина, по которой апотекариев многие считают имбой. Тактикалы просто протаранили эту шурикенку. Похоже, Линдонин приказал ей разворачиваться на центре, а потом забыл про это. Так что она подошла к тактикалам очень близко, прежде чем разворачиваться. Они смогли просто подойти к ней и ударить ее кулаками. Апотекарию был выдан мастер-крафт от Болтер. Один из лучших варгиров для убивания героев в игре. Оба игрока в данный момент переходят на второй тир. Линдонин начал делать это немного раньше. И форсирка, да, она вынуждена отступить. Драться этими ассолдами было бы плохой идеей. И сейчас, главное, все зависит от того, что Линдонин сделает на втором тире. Потому что тактика двух шурикенок, она позволяет удержать апотекария с ассолдами на месте. То есть, не позволить ему захватить слишком много, как-то замедлить его продвижение. Но для атаки, активной игры, она не очень хорошо подходит. Тут уже нужен второй тир. И там все зависит от Линдонина. Сейчас Линдонин выделил отряд стражников на то, чтобы перекапывать точки. Они сейчас стоят и ничего не делают. И сейчас будут отступать. Если Линдонин заметит. Да, он заметил. И второй тир для Линдонина доделался. Сейчас на первом тире Розен довольно мощно выигрывал. Он пошел в очень крепкий билд с двумя отрядами скаутов. Так что он мог перекапывать, харасить. Линдонин, ему пришлось немного туго, он потерял два генератора. Но он держался очень хорошо, учитывая, что Эльдарам вообще тяжело драться против таких толстых ребят, как космодесантники. И особенно, когда они под выхилом апотекария. Сейчас Линдонин делает Пауков Варпа. Этот отряд может помочь ему перекапывать точки. Но в открытом бою против космодесанта я не думаю, что он будет очень эффективен. В космодесантнике тяжелая пехота. Почти все и просто очень толстые. Два отряда Пауков Варпа может смогли вынести большой, значительный урон. Ну, один, я не знаю. Зависит от того, как Линдонин сможет их использовать. Он перекапывает, заказывает Акзарха Баньши. Саму отряду Баньши. Возможно, Линдонин построит свою игру на втором тире вокруг этого отряда Баньши. Да, я думаю, что так и будет. Он уже заказал, выхил своей форсирки. Так что он сможет драться на равных с этими Ассолтами. Даже сильнее, потому что у Баньши есть Акзарх. Они не в силовое оружие. И с выхилом они смогут побить Ассолта в ближнем бою. Пауки Варпа смогут бегать и перекапывать. По части перекапа Пауки Варпа будут превосходить скаутов Розана. И, возможно, даже смогут их убить. Так что покупка этого отряда в бою не очень полезная. Но просто для перекапывания они отлично подойдут. Перекапывание и вообще хорас точек это тоже очень важная часть игры. Линдонин был пойман в довольно плохой позиции. Одна его Шурикенко и... Похоже, Линдонин случайно отступил отрядом Баньши вместе с Шурикенкой. Неудачно выделил. Но... Он попал в неуд... Его атаковали, когда он был в неудачной позиции. И похоже, что он собирается харасить генератора Розана. Тоже вполне хорошее начинание, пока его армия занята. И я думаю, что сейчас Линдонину придется отступать. Он хилит Шурикенку. И да, форсирку ему тоже придется отводить. Она попалась в Болтер. В радиус автоматического огня. Болтера Аптикаря, точнее говоря. В отряде Сторожников осталось всего два юнита. Ну, это не важно, потому что их задача это просто ходить перекапывать точки. Пауки Варпа довольно неплохо справляются с харасом генераторов. Они наносят высокий урон. И всегда могут убежать в случае атаки. И Розан выдвигается с базы. Сторожники отступают. Посмотрим, что он сможет сделать. Армия Розана находится в довольно хорошей позиции. Но и Линдонин тоже. Нет, Линдонин не в такой хорошей позиции. У него здесь нет Шурикенок. Они на центре. В то время как Розан собрал всю свою армию. Довольно солидный блоб. И к тому же скоро у него будет Библиарий. Что также очень мощно. Библиарий очень полезен для поддержки армии. Он один из тех юнитов, которые полезны во всех ситуациях. То есть для Розана в данной ситуации он будет полезен для того, чтобы давать ускорение и защиту этим Ассолтам своей способностью. Которые оставляют за ними такие синенькие следы. Не помню, как они называются. И он полезен почти всегда. У него множество разнообразных способностей. Посмотрим, что Линдонин сделает. Мне его позиция более-менее нравится. Но он пока что... Я ничего с этим не сделал. Такого полноценного столкновения не было. И Розан вводит все свои войска в блобе. В то время как Линдонин как-то... Избегает открытых столкновений и перекапывает точки. И по-моему это хорошо. Это больше подходит под стиль игры Эльдар. И... Это эксплуатирует его сильные стороны. Думаю, если Линдонин считает, что ему не следует вступать в бой, то... Более надо это делать. Это хорошая тактика. Которая может принести победу. Я видел очень хороших игроков за Эльдар. Врывающих победы именно таким способом. Блядь, Чокобамбус и Келтос. Очень хороший был матч. Но сейчас не о нем. Тактикалы заходят с фланга к шурикенной пушке, Которая подавила всю остальную армию Розана. И... Я сейчас... Возможно они ее насмерть забьют, если Линдонин не отступит. Да! Они забили ее насмерть. Смайт от Библиарея, но он вынужден вступить. Аутарх был сброшен немного ранее. Ну, никого гранатами он не зацепил. И Линдонин заставил Розана отступить. Это уже довольно хорошо. И... Пауки Варпа... Пауки Варпа погибли. Розан не успел... Линдонин не успел ими отступить. И... Конечно, у него уже есть... Аутарх. Так что для перекапывания... Ему есть кем перекапывать. Аптикарий был убит, но это небольшая беда, потому что... Аптикарии никогда не умирают. У них есть способность благословения Ларомана, благодаря которой они могут просто встать. И... Продолжать сражаться. Розан потерял один отряд скаутов, но второй отряд спокойно гуляет по полюбой и перекапывает. Несмотря на то, что Линдонин... Как я говорил, избегал сражений и как-то разбивал свою армию на части, по части перекапывания Розан его превосходит. У Розана на протяжении практически всего матча был лучший контроль за точками. На первом тире я это списывал насчет двух отрядов скаутов, которые этим занимались. Но на втором как-то у Линдонина были пауки варпа, но он ими предпочитал харасик генератора. У Линдонина сейчас меньше энергии, чем... Ну... Прирост энергии у него выше, но самой по себе энергии у него меньше. И на Ассалтах был сделан этот баф Библиария. Сейчас они стали намного сильнее. Байнши отступают без каких-либо потерь. И... Посмотрим, что Розан дальше сделает. Он делает второй отряд Ассалтов. И... С одним отрядом Ассалтов Линдонину было очень тяжело его как-то остановить. Даже не в этом, чтобы победить, просто остановить. И с двумя отрядами, возможно, что Линдонин ничего не сможет сделать. Посмотрим, как все обернется. У форсирки уже довольно давно есть гравитационный меч. Мы видели его использованным еще в предыдущей битве, когда он практически благодаря нему вынудил отступить Розана. Это очень хороший варгир. Для того, чтобы поднять войска космодесантника. И в то время, пока они летают, Байнши могли бы их порубить. И у Линдонина очень много ресурсов. Довольно мало энергии, но, думаю, он может ее потратить... Ну, не энергию. Он может поставить здесь поверноду, здесь поверноду. У Розана очень мало влияния. Энергию он тратил довольно скромно. Несмотря на то, что сейчас у него очень маленький ее прирост. Линдонин переходит на третий тир. И он начинает ставить врата по всей карте. Это приятная особенность этого героя, форсирки, которую он любит эксплуатировать. Посмотрим. У него будет еще больше мобильности. Вдобавок к просто быстрой армии Эльдар саму по себе. Так что он сможет усилить свой контроль над картой, который на протяжении этого матча был не на высоте. Форсирка была отброшена автоматическим огнем. Сейчас будет внуждена отступить. Нет, она просто похилилась и отошла за заборчик. Шурикенко была довольно плохо установлена. И сейчас ее переставляют. Посмотрим. Аутарк бегает и перекапывает точки. Это хорошо. Байнши занимаются. Тем же... И Розан... Не Розан. Линдонин. Он отменил переход на третий тир. И заказывает Сокола. Форсирка все-таки вынуждена была отступить. Эта позиция довольно хороша для Розана. И он прыгает с солтами. Понуждая Шурикенко сделать то же самое. Отступить побольше. Не прыгнуть. И Линдонин основой своей рукопашной армии продолжает харасить. В то время как его Шурикенко и остальные войска пытаются как-то замедлить продвижение Блоба Розана. Я думаю, что это правильное решение. То есть, вступать в открытое столкновение с этим было бы для него плохой идеей. Это... Такой Блоб очень сложно остановить. Я не думаю, что у Линдонина есть для этого средство. Если бы у Розана был один отряд осолтов, то состав армии Линдонина мог бы его остановить. С двумя отрядами, я сомневаюсь. Вот Линдонин делает призрачного лорда. Посмотрим, что он с ним сделает. Девастаторов у Розана нет. Несмотря на это, у него есть ракетница на Тротикалах. Он ее выдал Тактикалам, когда увидел Сокол. Кстати, последняя Шурикенко Линдонина рванула только что. В Рейс Лорда заказывается Шурикенная пушка. Посмотрим. Сокол может быть очень сильным БТРом. По части атаки он сильнейший БТР в игре. Он может атаковать как технику, так и пехоту довольно сильно. На третьем тире у него есть силовое поле. Вообще, это хорошая штука. Но сможет ли Линдонин остановить блок смерти Розана? Вот в чем вопрос. В открытом бою он ему противостоять не может. То есть, с Врис Лордом возможно. Но для этого ему нужно, чтобы вся его армия была в одном месте. Тогда как сейчас она разбита на части. И, да, ну, Врис Лорд, конечно, он очень толстый. Но у Розана его два отряда ассолтов и текалы с ракетницей смогут его завалить, если дать им время. То есть, две мельты и немного обстрела ракетницей будет достаточно. Возможно, мельты по очереди для того, чтобы не прерывать его замедление. Линдонин делает еще одну шерекенную пушку. А Розан делает рейзербэк. Блоб Розана в данный момент очень силен. И этот рейзербэк, если он не будет Линдонином убит в кратчайшие сроки, может стать тем последним дополнением, которое сделает из армии Розана просто звезду смерти. И Розан вводит всю эту армию в одном блобе. Перекэпом у него сейчас не занимается никто. Скауты стоят на базе, наверное, он их запустит в дело. Рейс Лорд потихоньку расстреливает шерекенкой войска. Но этот сокол получил ракету. Линдонину нужно сделать что-то с этим рейзербэком. Потому что иначе этот блоб будет неудержим. Он и сейчас для Линдонина был практически неудержим. Но посмотрим, что случится. Рейс Лорд получает ракету. И посмотрим. Скорее, сейчас на него полетят две мельты. Да, иначе бы солты так к нему не подходили. Первая мельта. Нет, только одна мельта. Ладно. Возможно, он решил разнести в Рейс Лорда потихоньку. Позиция Розана довольно хороша. В том смысле, что... Линдонину приходится его атаковать с двух определенных сторон. Которые ему охранять довольно просто. И, конечно, рейзербэк находится позади его армии. В том месте, где обойти с фланга его невозможно. В Рейс Лорда чинят стражники. Но полетит ли у него вторая мельта? У него осталось все половина жизней. Во время сокол остается в живых. И если в Рейс Лорд также останется в живых, просто послужит для того, чтобы отвлечь на себя огонь, возможно, это будет успехом для Линдонина. Но сейчас, возможно, он совершает ошибку. Я считаю, что у него все еще нет достаточных сил для того, чтобы драться с Розаном лицом к лицу. Вот так армия на армию. Тем более, что тут даже не полная армия. Но, тем не менее, Линдонин это делает. И сейчас Розан его расстреливает. В частности, его в Рейс Лорда. Баньши выходят на поле боя. И без какой-либо поддержки они начинают драку с двумя отрядами ассалтов. Ничем хорошим это для них не кончится. И Баньши отступают. Под поддержкой я имел бы в виду форсирку. И Баньши погибают! Это была плохая идея. И Линдонин сделал отряд Пауков-Фарпа. Я их раньше не замечал, потому что Баньши занимали место в этой панельке. Ну, форсирка пришла уже слишком поздно на помощь Баньши. Они были убиты. В принципе, ее выхил мог бы помочь. И сейчас, похоже, что Линдонин... Это выглядит так, как будто Линдонин просто направляет свои отряды по очереди на убой. У него убили форсирку. Потом уже пришел Аутарх. И Мельты все-таки добили этого Врейслорда. У Линдонина сейчас не осталось почти ничего. Его... У него убили Врейслорда. Отряд Баньши. Его форсирку. И ему надо отступать этим Аутархом. Два... Отряд ассалтов на него прыгает. И... Аутарх погиб. Это была разрушительная битва для Линдонина. У него не осталось практически ничего. Сокол. Ширикенная пушка, которая была всю эту битву неизвестно где. Точки, скорее всего, перекапывала. И пауки варпа. Линдонин говорит удивительно. Ну... Я думаю, ему не стоило просто сражаться так лоп-лоп с армией Розена. А продолжать, как бы... Хотя он этого и не делал почти. Ну... Играть... Больше... Мобильности. Перекапывать точки. Использовать свое преимущество то, что Розен вынужден держать всю свою армию в одном большом блобе. Иначе он намного менее эффективен. И тогда как раз Линдонин мог бы атаковать его армию по частям. Потому что Розену бы пришлось ее разделить для того, чтобы успевать за мобильностью Линдонина. Просто для того, чтобы... Встретить его войска. Чтобы он не убегал от него все время. Ему пришлось разделить армию. И тогда Линдонин бы смог... Как-то ему противостоять. Но так, я думаю, что... Просто... Как бы... Бился головой об стену. Из космодесантников. И... Розен победил. И... Я не знаю, зачем Линдонин еще не сдался. Я не думаю, что у него есть шансы победить. Розен слишком хороший игрок, чтобы... После такой битвы... Отдать победу. Но как он говорил в чате... Он в предыдущем матче отдал победу. Может так сейчас случится. Эм... Ну... Я так не думаю. У Линдонина нет ничего, что могло бы в открытом бою противостоять двум отрядам ассолтов. Они очень сильны. Ну и сейчас он бегает аутархом, перекапывает точки. Соколом... Просто ездит туда-сюда. Пауками варпа... Ходит. Тоже перекапывать точки. Розен решил остаться на этом фланге, потому что здесь находятся две точки победы. И Розен на протяжении всего матча играл очень-очень хорошо. До того, как он согнал всю свою армию в большой блоб... Как-то странно, это потекаре стреляет с той спиной. До того, как он согнал всю свою армию в один большой, неудержимый блоб... Он очень хорошо удерживал контроль над картой. На первом тире правильным решением было сделать два отряда скаутов для перекапа. Ну а Линдонин просто как-то за ним не поспевал. Учитывая, что здесь Линдонин игрок за Эльдар, я от него ожидал большей мобильности и контроля над картой. И именно этим обычно эта раса сильна. Но он все равно довольно хорошо играл. На втором тире, по-моему, он не смог реализовать свое... Именно ближний бой. Выглядело так, как будто он собирался. Именно он снаряжал своего героя. И для того, чтобы играть от ближнего боя, у него был отряд Банши, Аутарх. Но он... Армия была разбита на много частей. Он не смог отреализовать. Там разок поднял пара отрядов ассолтов. И все. Розан все свои возможности использовал идеально. Аутарх сейчас, скорее всего, опять умрет. Нет, она выжила. Или нет? Аватя ассолты. 14 жизней, 4. Она погибла. Опять. И... Осталась еще минута с небольшим игры. Линдонин все еще не сдается. Розан тем временем выпустил на поле боя дредноута. Как будто всего остального было недостаточно. Да, Линдонин... Довольно бесполезно потерял своего рейслорда, своих Банши. Табита вообще была бесполезной. Потому что драться стенка на стенку с космодесантом, вообще с потекарем, это идея плохая. Он упрочняет и без того толстые войска космодесанта. Ладно, посмотрим, что Линдонин сможет сделать в следующей игре. Это он проиграл. И это довольно интересно. Я рассчитывал, что Линдонин выиграет эту игру. Потому что он выложил эти реплеи на GameReplays.org. И обычно так случается. По крайней мере, я знаю, что... Мистер Рикурус, например. Он выкладывает игры только, когда он побеждает. Но Линдонин, похоже, решил, что эти матчи были интересными. Он их выложит. Это очень хорошо, потому что... Победа или проигрыш значит не так много, как просто хорошая игра. И да, надо будет просто написать ему и спросить, что он думает по поводу этого матча. Может, он, не знаю, в комментариях напишет. Так, и... Этот матч окончен. Линдонин все-таки сдался, когда у него оставалось 10 очков победы. Я уже описал, что я думаю по поводу того, в чем заключалось поражение Линдонина. Ну и, конечно, он... Когда на поле боя вышел Рейзербэк, Линдонину нужно было его убить. Но он этого сделать не смог. Рейзербэк прятался за блобом космодесантников. И в данной позиции... Розен выбрал очень хорошую позицию. Его нельзя было как-то зайти с фланга. Если бы Линдонин даже пытался телепортироваться туда, скажем, пауками в арпы, кинуть в него гранаты, он бы не смог. То есть он бы смог, но он бы умер. Потому что... Хорошее расположение было у Розена. Розен в этом матче играл идеально. Линдонин совершал определенные ошибки, но посмотрим, как все будет в следующем матче. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в группу в Стиме. Субтитры создавал DimaTorzok